ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Эксплуатация консольщиков, порно возвращается в игры, Человек-паук в новом обличье, турецкие сладости, финансовые горести и многое другое. Но начнем с самого интересного. Появилась новая информация о дополнении во имя царя для Battlefield 1. В том самом, где появится российская армия. Как видно по скриншоту, представлять ее будет прекрасная половина человечества, женщины. И действительно, в Первую мировую женский батальон был только в российской армии. Непонятно только, почему в названии фигурирует имя царя. Ведь даже троечникам известно, что женские отряды формировали и посылали на фронт уже после февральской революции 17-го года, когда царь перестал быть верховным главнокомандующим. Впрочем, игру делает шведская студия DICE. Им подобное незнание простительно. Неизвестно, будут ли мужчины биться во имя царя, или вся тяжесть сетевых сражений Battlefield ляжет на хрупкие женские плечи. Также неясно, появятся ли женщины в армиях других стран. Дата выхода дополнения тоже весьма расплывчата. Конец лета. Словом, не война, а одни хитрые маневры. Destiny 2 еще не вышла, а хайпа уже выше крыши. Во-первых, известно, что во второй части сюжетный режим станет важным элементом игры, а не бессвязным набором комментариев за кадром. Красивых роликов тоже добавят. Кооперативные рейды останутся развлечением для команды из шести человек, но добавят и особые задания для трех игроков. Любители сражаться друг с другом ждут бои в полноприводном формате, то есть четыре на четыре. Да, раньше было шесть на шесть, но теперь вот так. Клановые бои, рейды и статистика тоже вернутся, а значение кланов многократно возрастет. Кроме того, переделывают систему оружия. Теперь под каждый тип вооружения будут особые ячейки. И все это обещают выпустить аккурат восьмого сентября. Правда, только на консолях. А сейчас немного грустной информации для компьютерных игроков. Во-первых, пока версия будет привязана к сетевому магазину Battle.net, и без него не заработает. Кроме того, компьютерная версия игры выйдет позже приставочной. Зато щегольнет царским разрешением 4К и незаблокированной частотой кадров. Снова консольщики возьмут на себя тяжкое бремя бета-теста, за что честь им и хвала. Еще один консольный бета-тест сроком 7 лет наконец-то завершился 25 мая. В этот день вышел японский шутер Vanquish про будущее плохих русских, которые на самом деле не такие уж и плохие. Хотя, кто знает, за 7 лет концовку игры могли и переделать. А вот что точно не переделали, это задорную стрельбу, реактивное скольжение и устаревшую графику. Она так и осталась на уровне игр 7-летней давности. Впрочем, от этого Vanquish не перестает быть одним из немногих бодрых шутеров. Да еще от мастера жанра, Синзи Миками. Devil May Cry, Анимуша и Resident Evil – это его рук дело, если что. А еще он озвучивал робота-лапшичника в японской версии Fallout 4. Такая вот разносторонняя личность. И игра соответствующая. Новый Человек-паук еще не выстрелил паутина из рук в наши киноэкраны, а исполнителю главной роли Тому Холланду уже предложили главную роль в экранизации серии Uncharted. Не знаю, о чем вы, папаша. Актер сыграет юного Натана Дрейка, еще не знаменитого искателя сокровищ, но уже дерзкого авантюриста. На кастинге продюсеры руководствовались теми фрагментами Uncharted 3, где юнец впервые встречается со своим будущим закадычным другом Салли и получает знаменитое кольцо Фрэнсиса Дрейка. Как вы уже поняли, экранизация станет приквелом всей серии. Сыграет ли Том возмужавшего Натана в последующих фильмах, неизвестно. Судя по возрасту актера, это случится не раньше, чем через 5-10 лет. За это время он как раз успеет сняться в новой трилогии про Человека-паука, набьет себе руку и все остальное, и заполучит ту самую неотразимую дрейковскую щетину, которую у него нагло позаимствовал Иван Ургант. Весь мир, куда мы, к чему мы это все, зачем? Горячие новости пришли к нам из Турции вслед за информацией об ограничении импорта пшеницы. Главный турецкий долгострой, не Зенит-арена, а игра Mount & Blade Bannerlord, за 5 лет создания обросла множеством загадок. Первое и самое главное, когда она выйдет. Точно не в этом году, отвечают разработчики. Но потом сразу добавляют, что это не точно. Зато теперь известно, что в одной битве сможет поучаствовать до пяти сотен воинов. Но и это еще не предел. Разработчики хотят довести их количество до тысячи юнитов. А игровой мир будет в четверо больше того, что было в прошлой части Warband. Также расширят и список профессий главного героя. Туда попали работы наемникам, торговцам, гладиаторам, рыцарям и даже графам. Непыльная такая работенка. Графствуешь, строишь собственные замки и создаешь империи. Правда, если все это действительно добавят в игру, то ждать ее придется, вероятно, еще лет пять. А ведь за это время можно построить еще одну – Зенит-арену. Немного слухов о Far Cry 5. Кто-то где-то видел или слышал, что главным игровым злодеем сделают порно-актера, похожего на Тома Круза. Кроме того, тот же источник поведал о зловредной секте, в которую вхож этот актер. Благодаря удаленности от административного центра и неограниченному влиянию на односельчан, порно-клон Тома Круза будет творить в Far Cry 5 всякие бесчинства под одобрительное улюлюканье местных жителей. Вот, кстати, все негодяи из будущей игры на новой иллюстрации. Все эти непотребства будут происходить в маленьком американском городке штата Монтана. С предыдущими играми серии эта концепция сочетается отлично. После такого жаркого сообщения – самое время новостей на одном дыхании. В Counter-Strike началась операция Гидра. Так что, если вам Контра еще не надоело, зайдите, посмотрите на новые игровые события. Нам что-то… ну, вот вообще никак. Впрочем, впереди еще 18 недель Гидры. Может и заглянем. Divinity Original Sin 2 выйдет 14 сентября и только на ПК. Если вы вдруг не в курсе, это продолжение одной из лучших ролевых игр старой школы. Правда, действие сиквела отдалится от оригинальной игры ровно на тысячу лет. Но мы верим, что от этого она будет только лучше. Вышла игра по фильмам Пятница 13. Подобно герою-маньяку, она ищет доверчивых и глупых жертв. Не попадитесь под горячую руку этого бессмысленного и беспощадного творения. Overwatch, который снова все полюбили, судя по вашим комментариям, отмечает первую годовщину. Для празднования разработчики заготовили более сотни косметических ништяков, включая новые шкурки и танцы, а также три карты для режима аркада. Не забудьте и вы сделать им подарок, прикупив что-то совершенно бесполезное. Ну или прикупите пропуск в Лигу за 20 миллионов. О нем мы в прошлом выпуске рассказывали. Ведь за неделю его так никто и не приобрел. Удивительно, почему? Фильмам по играм Resident Evil решили устроить перезагрузку. Не мудрено, ведь картин с Милой Йовович в главной роли за последние 15 лет вышло целых 6. Будет ли Мила участвовать в перезагрузке, неизвестно. Но, судя по последнему фильму, сил еще на 15 лет от стрела зомби ей вполне хватит. Компания Square Enix набирает разработчиков в свой токийский офис, ответственный за создание серии Final Fantasy. Либо они хотят все-таки нормально доделать 15-ю часть, что вряд ли, либо уже начинают работу над 16-м эпизодом. Грустная новость. Red Dead Redemption 2 перенесли на следующий год. Дикий Запад снова отдаляется от нас. Также грустно и владельцам акций компании Rockstar. После информации о переносе стоимость этих ценных бумаг упала на несколько пунктов. Не МММ, конечно, но все равно обидно. Другая игра Rockstar GTA 5 достигла тиража в 80 миллионов копий. И до новости о переносе Red Dead Redemption, график роста стоимости акций компании был вообще безупречен. Но и на солнце бывают пятна. Не отстирываемые. Что еще интересного? Наш с вами соотечественник собрал настоящего трансформера из машины АвтоВАЗа. В этой новости удивительно абсолютно все, поэтому лучше самому один раз увидеть. Ссылка на видео в описании. Кстати, на этой неделе в продажу поступит наш новый журнал. Вот такой красивый, с Инжастис 2 на обложке. Между прочим, одного из героев игры, Супермена, уже внесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самого долгоиграющего персонажа видеоигр. Почти 40 лет назад вышла первая игра про него. Так что не пропустите наш журнал. Теперь он есть и в Ашанах. Совсем скоро, 2 июня, выйдет другой файтинг, Tekken 7. Если не знаете, что там к чему, на нашем канале уже есть превью и геймплей. Ссылки будут в описании. Также хорош новый трейлер Quake Champions про ящера-работорговца. Ссылочку прилагаем. А еще ищите новый ролик телесериала по игре Castlevania. Той самый, что еще на Денде была. А вот давать ссылку на трейлер гонок по мультфильму Тачки 3 мы не будем. Он вышел не важнецкий, надо сказать, как и сама игра. Но на мультик сходите, говорят, неплохо. Заодно не забудьте подписаться на наш канал. Иначе всю жизнь будете катать садовую тачку. Шутка. Но все равно подпишитесь. Также не пропустите наш традиционный вторничный стрим. И небольшое, но занятное интервью с Юрием Дудем. А очередной выпуск новостей смотрите в следующий понедельник. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok